Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, четверг 18.15 в эфире национального телевидения программы «Один из нас», которого вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И продолжая, скажем так, экологическую тему, сегодня я очень рад представить, возможно, впервые в таком живом режиме, то есть без присущих ее статусу официозов, главного эколога акционерной компании «Олроса». Ну, официально должен звучать очень долго, но давайте назовем главного эколога «Олроса» Полина Анисимова. Добрый вечер, Полина. Здравствуйте, Дмитрий. Я... К чему? Мы... Давайте для начала минуточку такую лирическое отступление. Мы всегда говорим о «Олроса» как о некой очень такой могущественной структуре, которая где-то существует где-то там в западных районах и так далее. Напрочь забывая о том, что это и республиканская компания тоже. Мы имеем, скажем так, долю собственности в компании и, соответственно, не можем разграничивать... Там такие же якутяне, как и везде, как и в центральных улусах, в северных улусах и так далее. Вот с этой позиции давайте как якутяне с якутянином мы поговорим. Вот это главная установка на сегодняшний день. Согласны с этим? Давайте. Хорошо. Я вот предновогодние дни натыкался довольно часто на информационных лентах, на те или иные материалы, которые напрямую ссылки давались на экологический центр «Олроса». Я так понимаю, структура создана недавно. Да, мы относительно молодая структура в составе акционерной компании «Олроса». Если уточниться, это после 2018 года или в 2018 году создана? Решение о создании экологического центра было принято в конце 2017 года. Ну а официально мы приступили к новому своему статусу, то есть в составе новой группы с 1 февраля 2018 года. Все верно. Я понимаю, раньше мы встречались тут при обсуждении различных экологических вопросов с так называемыми промышленными экологами. То есть вроде бы ученые, которые специализируются в вопросах биологии, охраны окружающей среды и так далее, но которые не являлись напрямую штатными работниками тех или иных добывающих компаний. В других компаниях вообще такие центры, они имеют место быть или это, скажем так, эксклюзив только от алмазной компании? Ну вообще, в принципе, тоже маленькое такое лирическое отступление тогда в контексте вашего вопроса. Все, что связано с вопросами охраны окружающей среды и экологической безопасности, оно регулируется законодателем. Как Российской Федерации, так и субъектами Российской Федерации. Поэтому у любого хозяйствующего субъекта, ну то есть если говорить своим языком, у любого предприятия, организации, компании, неважно государственного она там статуса, либо там открытое, закрытое там юридическое лицо, в составе, в структуре, в штате должны быть экологи. Это может быть либо отдел по охране окружающей среды, это может быть, если более крупное там управление, то есть вернее, более крупное предприятие, это может быть управление. Потом там следует, например, департамент. Алроса пошла дальше, выше, и было принято решение как раз о создании самостоятельной бизнес-единицы в составе акционерной компании Алроса об экологическом центре. Кто работает, ну не поименно, а вообще давайте проведем небольшой срез, кто же работает помимо вас в экологическом центре акционерной компании Алроса? Ну, если коротко, то и экологи, конечно. Да, ну помимо того, что они экологи. Когда было принято решение о создании экологического центра, мы понимали, что в разных структурных подразделениях компании уже вот как раз где-то отдел есть охрана окружающей среды, где-то есть просто штатные единицы, ну, например, инженер-эколог, либо точно так же заместитель главного инженера по вопросам экологии, там, ну, например, Ньюрминского горно-богатительного комбината. Они все существовали, каждый в своем, так, ну, условно, микромире, да, и заботились, то есть там о текущих вопросах, проблемах вот своего микромира. Создание экологического центра как раз и было направлено на вот эту централизацию. Поэтому все экологи со всех структурных подразделений, неважно, инженер он был, ведущий, главный, там, самый главный, то есть они были переведены именно в состав экологического центра. И после того, как мы утвердили штатное расписание, мы поняли, да, кого нам не хватает, по каким направлениям, и тогда уже был дополнительный прием из сотрудников извне. Извне. Переиначи свой вопрос. В вашем составе, составе экологического центра, много ли местных жителей, жителей Якутии? Да. Ну, во-первых, много-мало, то есть мы, как говорим, о процентах, о штуках, нет, абсолютно нету какого-то разделения по национальному или тем более по половому признаку, то есть у нас достаточно, единственное могу сказать, у нас достаточно молодой коллектив, то есть, ну, диапазон, наверное, 25, там, примерно 40 лет, потому что работа очень динамичная, работа выездная, работа полевая в том числе, требует очень много сил, внимания, поэтому и у меня сотрудники в составе экологического центра как непосредственно самого Якутска, так и с пригорода Якутска, так и, там, девочка есть, например, с Кюндядя, да, или с каких-то других даже отдаленных сел, то есть, ну, да, и представители народов Якутии у меня точно так же работают. Как профессионал, как профессионал, вы, что вы можете сказать о подготовке вот ваших сотрудников? Есть же такое, то есть, конечно, принято хвалить, да, мои подчиненные могут быть... Да, скажу, конечно, самые лучшие. Самые лучшие. Это безусловно. То есть, профессиональный бэкграунд нормальный. Вы знаете, это как раз и является, например, основной проблемой удаленных регионов, которые территории, ну, Якутия огромная территория, просто колоссальная территория, да, но с очень маленьким количеством, то есть, людей, которые на ней живут. И, конечно, то есть, там, возможность выбрать профессионалов, то есть, здесь, наверное, так не стоит. Но что, например, меня радовало, что когда к нам присылают те или иные резюме, мы, конечно, делаем, то есть, приоритетность на местные кадры, на местных представителей, абсолютно конкурентное, то есть, там, ну, соответствие. Нету там разделения, что у кого-то там больше, например, там, профессиональных данных, у кого-то меньше профессиональных данных. Подготовка сильная, то есть, подготовка профессиональная. Единственным условием, которое, например, я как руководитель экологического центра устанавливаю, это, конечно, наличие все-таки профильного образования. Ну, наверное, пускай сапожник занимается портным делом, да, а эколог должен заниматься все-таки вопросами экологии. Согласен. Все-таки вот по одежке вроде встречают, то есть по диплому встречают, да. А давайте мы поговорим о тех вещах, которые являются непосредственным критерием вашей деятельности. Вот анализ деятельности экологического центра за прошедший, вот, 19-й год. Давайте попробуем, какие крупные достижения, какие крупные проекты были реализованы сотрудниками экологического центра в 19-м конкретно году. Ну, если мы говорим о прям крупных проектах, да. Ну, можно и о любом. Вообще, о направлении деятельности экологического центра в 19-м году. Изначально, то есть, цели и задачи экологического центра и стояли как раз установления таких, скажем так, векторов работы. В нашем профессиональном там сленге это называется экологические аспекты. То есть, мы работаем по направлению блок-воздух, сохранение климата, то есть, это в том числе по вопросу парниковых газов. Это вопросы по блоку вода, как поверхностные воды, так и техническая вода, которая у нас существует в производстве, так и подземные воды. То есть, точно так же блок, связанный с почвами, и к ним же приурочены отходы. Ну, потому что мы понимаем, что все отходы производства так или иначе размещаются, да, где-то там на земельных участках. Отдельно у нас есть блок, связанный с охраной природных территорий и работой с коренными малочисленными народами Севера. Это все, что связано, наверное, с операционным офисом. То есть, и второй блок, то есть, это проектный офис. В том числе, текущая работа, она помимо решений сегодняшних острых задач, предусматривает и некие такие стратегические цели задачи, которые не ограничены каким-то финансовым или календарным годом, а которые идут на долгосрочное, на планирование, на развитие. Так вот, по итогам в 2019 году у нас как раз было запущено несколько таких долгосрочных проектов, которые вошли не только в долгосрочную программу развития компании, да, но и вообще, в принципе, ориентированные на стратегические цели компании. То есть, если мы говорим о блоках, ну, например, первым блоком, таким бы я хотела отметить, это все, что связано с отходами производства и потребления. В 2019 году мы приступили к реализации крупномасштабного проекта по использованию отработанных покрышек с получением последующего исходного сырья. То есть, впервые на Мирнинской площадке в таких масштабах и на таком уровне, то есть, поднята к реализации данное направление. Мы привлекли специализированную организацию, то есть, в которой было закуплено соответствующее оборудование, то есть, проведены соответствующие вопросы, связанные с легализацией. Ну, все-таки мы живем в правовом государстве, да, и там есть определенные аспекты, связанные с вопросами лицензирования и так далее. То есть, проект запустился, и он является, то есть, не разовым, то есть, он будет переходить и с 2019, и на 2020 год и так далее. Это вот один из крупных проектов. Вторым, например, крупным проектом... Прошу прощения, перебью, а вас законодательно не обязывает просто вот этим заниматься, то есть, переработка отходов и так далее? Если мы говорим о законодательстве, то законодатель дает право выбора. То есть, у нас есть пять основных видов деятельности, все, что касается обращения с отходами. Отходы либо можно размещать на существующих полигонах, там, санкционированных свалках, то есть, либо каких-нибудь хранилищах. Отходы можно предварительно обрабатывать и потом запускать в процессы обезвреживания или утилизации, а также отходы можно захоранивать. То есть, все, что связано с вопросами размещения и захоронения, это, по сути, формирование, так скажем, будущего накопленного ущерба. То есть, мы понимаем, что мы отход положили, даже если это будет полигон, даже если полигон это будет выполнен, то есть, со всеми нормами, там, по экологии, по санитарно-эпидемиологическим направлениям, но отход будет лежать. То есть, на сегодняшний момент большинство отходов имеют так или иначе в себе какие-то полезные компоненты, которые можно извлекать и вторично использовать. Либо сам отход, трансформируя его, ну, то есть, обрабатывая, да, если говорить профессиональным языком, получать из него либо вторичное сырье, либо вторичную продукцию, либо просто использовать его во вторичных процессах. Поэтому, то есть, вот задача как раз компании увеличить долю отходов, которые бы направлялись не просто на размещение или захоронение, а именно на обезвреживание или на утилизацию. То есть, вот этот хайповый вопрос раздельного сбора мусора, который, ну, активно очень поднимается активистами, да, прошу прощения за тавтологию, волонтеры, которые ратуют за раздельный сбор мусора, они предлагают просто, вот, ну, разделять мусор, скажем так, для, ну, в последующем на свалке-то они перемешаются. Компания в этом вопросе, вот я посмотрел короткое видео, которое было размещено моими коллегами, я так понимаю, компания создает прецедент создания точки переработки отходов, ну, которые, скажем так, специфичны для данного производства. То есть, это огромные вот эти покрышки, из которых потом получают на выходе либо, а, добавки в дорожное покрытие, либо спортивное покрытие, которое радует многих наших. Ну, первым этапом это получение, так называемой, резиновой крошки, то есть, которая, вот, как раз правильно, как вы сказали, добавляется, то есть, либо для связующего компонентного асфальтобетонную смесь, либо из нее уже, там, посредством, то есть, там, ну, прессов, то есть, и других технологий изготавливают, там, ну, специализированные покрытия, да. То есть, и получается, мы как раз вот этот цикл, то есть, ну, жизненный цикл отхода, мы его завершаем, то есть, мы не формируем какой-то еще один прецедент. Ну, сейчас мы положили на свалку, да, ну, через 10 лет, может быть, вернемся, посмотрим, что там произошло, не произошло. Какие процессы? Да, да, нет, здесь как раз, то есть, мы этот жизненный цикл, мы его закончили. Мы из отхода получили какое-то сырье, которое вторично получило новую жизнь. После короткой рекламы мы вернемся к нашему разговору с главным экологом акционерной компании «Алроса» Полиной Анисимовой. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Один из нас». Сегодня «Один из нас» — это главный эколог акционерной компании «Алроса», которая наша все республиканская замечательная компания, на самом деле, которая, ну, прежде всего, как женщине. Вы любите, кстати, бриллианты? Кто же их не любит, женщины? Вы знаете... Это просто такой отвлекающий вопрос, который... Нет, ну, естественно, то есть, как... Я могу не любить бриллианты. Лучшие друзья девушек, да? Ну, нет, наверное, все-таки я не считаю, что это лучшие друзья девушек, но, безусловно, это очень красивое украшение, и, ну, оно позволяет, то есть, получать некую радость. И знаете, чем примечательнее якутские алмазы? Вот в то время, как во всем мире идет тренд на синтетический, у нас настоящие, неприродные, настоящие. А аутентики, я бы сказал, да, это, кстати... Это как раз и есть эксклюзивность. Да. Это, на самом деле, в выпуске с премьером Республики, с Владимиром Викторовичем Солдом, вот он затронул вот это. Если зима у нас настоящая, если бриллианты настоящие... Люди у нас тоже настоящие, я бы хотел сказать. Люди тоже настоящие. Это третий был аспект, который затронул премьер, на самом деле. Хорошо, мы возвращаемся к тем аспектам, которые затронули в первом блоке. Я уже начинаю вашими терминами, да, оперировать. Но я попросил Полину... Ну, Дмитрий, значит, вы скоро станете у нас настоящим экологом? Нет, нет, нет. Эколог, вообще, каждый житель Республики, на самом деле, в первую очередь должен быть экологом. То есть бережно относиться к природе и транслировать это все на окружающих, но прежде всего через себя это пропускать. Я считаю, это обязанность такая каждого жителя Республики. Ну, да, безусловно, это наша с вами внутренняя человеческая ответственность. Мы начали о проектах экологического центра в 2019 году, и вы сказали, что одно из направлений – это переработка отходов. Да, и замечательный пример, на самом деле, когда мы все вокруг говорим, а давайте просто так, лишь бы заняться, разделять мусор, а в компании создают прецедент, когда вот эти гигантские шины карьерных самосвалов пускают во вторичную обработку, получают спортивное покрытие, добавки в дорожное покрытие, которые служат второй раз, буквально, в чистом виде. Получают право на вторую жизнь. На вторую жизнь. Да будет так. Пусть вот это ваше направление процветает и дальше цветет буйным цветом, я бы не сказал, но пусть процветает. Дальше какие направления в 2019 году экологическим центром можете сказать, что вы занесли их в свой актив? Ну, второй блок – это, безусловно, все, что связано с водой. Поверхностные, подземные воды, сточные воды, технологические воды, природные воды. То есть это вот слово «вода», то есть в нее входят все вот эти вот данные составляющие. То есть здесь начало было даже положено не в 2019, а в 2019 год это, скорее всего, было продолжение, пролонгирование изначальных тех процессов, которые в компании были приняты. Это один из очень серьезных и масштабных трансформаций в производстве, как проект называется «Сгущение хвостов». Ну, то есть так или иначе, каждый, наверное, там, житель Якутии уже примерно понимает, что такое там обогатительные фабрики, что такое хвостохранилище. Визуально мы очень часто видим различные картинки, то есть в тех или иных средствах массовой информации. Так вот, для того, чтобы сократить тот объем хвостов, которые направляются с обогатительной фабрики на хвостохранилище, то есть и внедряется проект по сгущению. Что это, по сути, если коротко о главном? То есть хвосты имеют в своем составе твердую фракцию и жидкую фракцию, так вот эта жидкая фракция, она кардинально, ну, даже в множественном количестве она сокращается, то есть вода отправляется на повторное использование, а вот эта уже твердая сгущенная масса отправляется уже на хвостохранилище. Мы сокращаем массу размещаемых в хвостах отходов, мы сокращаем площадь, которая там необходима в случае расширения хвостохранилища, и мы увеличиваем вторичный оборот воды на обогатительной фабрике. То есть это вот один из тех проектов, который продолжил свою реализацию в 2019 году, и точно так же он будет поэтапно охватывать все горно-богатительные комбинаты, то есть по компании, и дальше в 2020. И еще одно направление, то есть если мы говорим не о техническом или не о технологическом, это, конечно, все, что касается вопросов, связанные с восполнением водно-биологических ресурсов. То есть компания в 2019 году реализовала достаточно мощный проект, то есть сделала, так можно сказать, рывок в части развития данного направления, как в финансовом составляющей, так и в количественном. То есть и помимо присущих ранее к зарыблению, например, Вилюйского водохранилища, мы в 2019 году сделали выпуск личинок, в том числе и в Лену, то есть и в Вилюй. Это орыбление? Зарыбление. Зарыбление, процесс орыбления, которое... Регулярно мы видим репортажи, что идет процесс выпуска мальков туда-то, 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 туда-то. А где вы их берете, кстати? Покупаем. Серьезно? Серьезно. По 5 копеек за штуку, чуть ли не так. Ну, почему не так? Именно, я вам даже могу сказать, больше так. Рубль-штучка. Рубль-штучка. То есть один малек стоит примерно рубль? Ну нет, я бы сейчас, наверное, не стала говорить какой-то ценовой диапазон, но да, то есть если мы говорим... Потому что разные водные биологические ресурсы имеют разную единицу измерения. Это либо могут быть личинки, либо это могут уже быть молоть. То есть личинка тоже может быть разной. То есть так есть понятие навеска, то есть это, условно говоря, вес личинки. Поэтому, например, пеледь и рябушка приобретаются именно в формате личинок, и они измеряются миллионами. То есть, а если мы говорим, например, об осетре, то это молоть. Он измеряется штуками. Рыбозавод это в Чернышевском же, да? На сегодняшний момент компания устойчиво сотрудничает с Чернышевским рыбохозяйственным заводом. То есть все вот эти особи, скажем так, они характерны для того ареала, в котором осуществляется зарубление? Ну мы на сегодняшний момент... Не со стороны, не с Байкала откуда-нибудь? Нет, нет. Потому что есть такое научное мнение о том, что смешение генофонда может иметь какие-то необратимые последствия. Ну то есть у нас в реках Якутии есть там Нельма, Муксун, другие виды представительств. Если мы... Ну Нельма, Муксун не являются уникальными видами рыб. То есть они есть в Аби, например. Но если брать, например, обскую популяцию, то есть именно из реки Аби, не факт, что она качественно приживется в якутских реках. Поэтому на сегодняшний момент, вот для того, чтобы не создавать вот этой вот какой-то угрозы конфликта, то есть компания работает именно с якутскими заводами. Насчет воды. Все-таки не могу не задать этот вопрос, наверное. Вот речь касается о наращивании усилий компании по строительству водоочистных сооружений. Если вы, как главный эколог компании, говорите, что после определенных событий там все пришло в норму и так далее, но природные процессы взяли свое, а зачем тогда нужны, в принципе, вот эти очистные сооружения вообще? Так, тогда здесь, наверное, для того, чтобы я могла качественно ответить на ваш вопрос, стоит, наверное, тоже немножечко углубиться в такой легкий курс вопросов, там, экологии, там, качества, там, поверхностных сооружений. Да легко, грузите меня новую информацию, я рада. Ну, я рада, что вы открыты к этой информации. Ну, во-первых, нужно изначально сразу понимать, что любой водный объект, река, озеро, даже, то есть, если мы говорим с вами о болоте, море, океан, имеет свой химический состав. То есть, вода не является нейтральной. Ну, то есть, вы помните, да, нам всем в школе говорили, вода не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Это дистиллят не имеет. Вот, на сегодняшний момент, да, то есть, я как профессионал говорю, нет, вода имеет вкус, потому что при высокой концентрации, например, железа в воде, да, то есть, называются железистые воды, то есть, мы будем чувствовать легкий металлический привкус у себя, там, на языке. Если в воде есть растворенный сероводород, и те люди, которые отдыхали где-то на кавказских источниках, помнят, да, что устойчивый запах тухлого яйца. То есть, водонасыщенный магнием точно так же дают послевкусие. Наличие повышенное содержание органики дает изменение цвета и вот, ну, такие, как мелкие микрочастички. Это естественное природное состояние любого водного объекта. Вода с нулевыми показателями даже из-под крана то течь не будет. Но при этом, то есть, это мы говорим о природе. То есть, о ее естественном, годами, столетиями, сложившемся в том каком-то фоне. Дополнительно, то есть, у нас есть еще такое понимание, как Роспотребнадзор, который регулирует качество той воды, которая, ну, разрешена, скажем так, хозяйственно-питьевому снабжению. И вот здесь-то как раз разница между природными показателями и теми показателями, которые разрешены по санитарным нормам и правилам, они как раз и разные. Поэтому, если мы с вами говорим, что мы сейчас придем там, река Москва, река Нева, река Волга, река Опь, Енисей, Иртыш, Вилюй, Марха, то есть там любые другие акватории, у них везде будет разный химический состав, и этот состав в своем природном фоне, он не будет соответствовать вот этим концентрациям, которые разрешены Роспотребнадзором. Для чего нужны водяные, водно-очистные сооружения? То есть как раз для того, чтобы природную воду довести до тех показателей, которые регламентированы на сегодняшний момент соответствующими органами. Вот так развернуто, наверное, но я все-таки надеюсь, понятно. То есть любой водоем, любое, скажем, озеро, любая речка требует для безопасного приема внутренней воды, да? Я бы не сказала, я не сказала бы о том, что вот прямо вот, знаете, там жестко безопасно. Есть регламентируемые нормы. Ну вот, например, у нас есть нормы правил дорожного движения, да? То есть стоит знак 60, но это же не означает, что вы не можете ехать 70. Нет, конечно. Да, то есть, ну... Пить можно, но... Нет, вот пить, кстати, категорически нельзя. Можно ехать 70, да, но закон устанавливает знак 60. То же самое, вот, например, может быть, не совсем удачный пример, но он хорошо иллюстрирует. То же самое в отношении воды. Пить можно, но закон рекомендует, чтобы, например, там, содержание, там, определенных химических веществ, компонентов, органических показателей было вот на определенной планке. Поэтому, то есть, вот для этих целей, потому что все, там, юридические лица, которые так или иначе связаны с очистными сооружениями, вот у нас буквально сегодня было тоже одно из расширенных совещаний, то есть с тепловодоканалом и с ПТВС, то есть там у нас в Министерстве экологии мы проводили это собрание. То есть им регламентировано, что они воду потребителю, ну, то есть вот нам с вами, мы с вами приходим домой, да, открываем кран, мы понимаем, что у нас должна течь питьевая вода. Так вот, вот эта вода должна быть определенных показателей. Естественно, что, то есть они воду забирают с поверхных водных источников и очищают ее. К сожалению, то есть, вот, и, наверное, это самое страшное, что на сегодняшний момент большое количество районов, улусов, особенно отдаленных, не имеют даже маленьких локальных, ну, там, очистителей воды. То есть, как раз и компания с этим столкнулась, да, там, в прошлом году были проведены масштабные исследования, то есть в составе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства экологии, компания, проезжались полностью по всей группе улусов, вот, по Увилюйскому региону. И как раз и была разработана вот эта программа для оснащения, то есть, тех улусов, где на сегодняшний момент нету вообще никакой водоподготовки, водочистки, вот этими локальными частными сооружениями. Ну, не сказать, чтобы загрузили, но, в принципе... Ну, есть о чем подумать, да? Да, есть о чем подумать, то есть, ну, в принципе, жизненная очень ситуация. Но давайте приведу пример, да, я иду по тайге, набираю пропущенную через мох воду, и она вся в возвесе, мутная такая и так далее, я пью. Ну, в принципе, вот это вот должно предварительно пройти очистку для того, чтобы я абсолютно безболезненно мог воспринять вот это. Это вам рекомендует законодатель? Да, это рекомендует законодатель. А как, а как, а что рекомендуют биологи? Я предполагаю, что порекомендуют аналогично. Аналогично? Да, потому что, например, избыточное содержание тех или иных химических веществ, которые мы с вами потребляем, и не только с водой, да, то есть это может быть пища, то есть это может быть, скажем так, какие-то там другие вещи, оно же имеет свойство как бы, ну, как-то там аккафливаться, аккумулироваться и так далее. Ну, точно так же, вот, пример, вы идете по тайге, да, но вы из рюкзака достаете пакетик с соком, с яблочным, да, то есть который имеет там все соответствующие госты. Вот содержание, например, в нем железа будет 4 миллиграмма, при допустимых 0,1. Давайте сразу после короткой рекламы мы вернемся к нашему разговору, к завершающей части нашего разговора с Полиной Анисимовым, главным экологом акционерной компании «Алроса». Мы продолжаем, продолжаем программу «Один из нас». Сегодня «Один из нас» это главный эколог акционерной компании «Алроса» Полина Анисимова. Мы продолжаем. Вот выходит титр, в котором прописано, заместитель главного инженера по вопросам экологии и работы с КМНС. Я так понимаю, очень сложная такая функционал ваша, в том числе и работа. Функционал не сложный, должность сложная называется. Должность сложная, да. Но в том числе и по другим поголовьям, тот же северный олень. Я так понимаю, есть определенные тоже активы, которые вы можете сказать, как биолог копилку, у меня еще и работа с северным оленьем. Я бы отнесла это точно так же к тем проектам, которые у нас качественно переходят с 2018 года в 2019, и мы их транслируем и ранжируем дальше на периоды. То есть компания уже на протяжении многих лет занимается мониторингом посредством спутниковых радиоошейников по миграции ленолинюкской популяции. То есть это позволяет на сегодняшний момент специалистам с дирекцией биологического разнообразия Министерства, например, экологии, либо соответствующих институтов понимать, как ведет себя поголовье в естественной родной для него среде с течением какого-то определенного промежутка времени. Мы, со своей стороны, как производственники, чем нам положительно реализация этого проекта, то есть именно в формате Верхнемудского месторождения, мы понимаем, когда начинается основное кослание стада, когда будет оно проходить в непосредственной близости от месторождения, либо оно будет уходить по отдаленным территориям. И когда визуально на картинке это прорисуется, это прямо в режиме реального времени, можно, скажем так, наблюдать. То есть мы понимаем, что либо мы останавливаем производство, либо мы работаем дальше. И мы не стали останавливаться только на ленолинюкской популяции, потому что мы работали с колесо-дирекцией биологического разнообразия очень плотно. То есть с их стороны поступила информация о том, что таймырская популяция оленей с завидной регулярностью проходит через Якутию. И то ли там мальчики более симпатичные, то ли здесь девочки более привлекательные. Но я так понимаю, что были прецеденты, когда уводили домашние стада. То есть просто домашние стада примыкали непосредственно к таймырской популяции, и олень уходил обратно в Иркутскую область. Конечно, они обратились к нам за помощью, и мы, начиная с 2019 года, финансируем этот проект, в том числе по мониторингу таймырской популяции. На 2019 году по тому отчету, который нам предоставили, мы так понимаем, что удалось этого избежать. Таймырская популяция прошла определенным углом. Исходя из этого, все были информированы. И домашнюю нашу ленолинюкскую популяцию была увидена в другую сторону. То есть представители фауны, не только в водной среде обитающей, но еще и вот эти, они являются определенным индикатором деятельности всей компании в целом. Вы знаете, мы бы сказали, наверное, рост популяции. Потому что те авиаучеты, которые были выполнены в 2019 году, показали не только стабильный прирост, но и умножение данного прироста. Мы понимаем, что количество поголовья, которое может дать потомство, это очень важно. Исходя из этого, можно будет просчитывать, как увеличится поголовье, увеличится стадо. Так вот на сегодняшний момент, впервые за достаточно продолжительный промежуток времени, охотоведы говорят с восторгом, с рукоплесканием о том, что идет динамика увеличения именно поголовья по дикому северному оленю. А соседи наши красноярцы, значит, они привлекательных мальчиков, можно сказать. Ну это так, к слову. Да, диверсия. Да, это такая... Ты почему демография в разрезе, скажем так, поголовья? Я сейчас говорю о том, о чем мы неоднократно разговаривали, не только как с профессионалами, встречаясь на тех или иных площадках, потому что все, что касается там мирской популяции, например, тут даже подключился Всемирный фонд дикоприроды Российской Федерации. Я сейчас говорю то, что я слышала непосредственно, когда мы выезжали в те или иные районные улусы. То есть от людей, которые, наверное, на протяжении всей своей жизни, не только, то есть это, наверное, не их работа, это, наверное, по сути их, в принципе, жизнь. Они живут, они этим дышат, то есть для них это, безусловно, важно. Они вот говорили о своих проблемах. Пришло стадо, у меня там сто голов увело. То есть надо что-то с этим делать. А как коррелируется вообще, вот есть же социальная политика, в ней корпоративно-социальная ответственность. То есть, в принципе, все большие природопользователи являются в значительной степени очень социально ответственными компаниями. Да, и, конечно, у Росли не исключение. Вот в этом, каково место экологического направления корпоративно-социальной ответственности? Здесь мы решили сделать такой, знаете, как бы симбиоз. Ну, не так, ну как не так давно. То есть вообще экология, по сути, науку относительно молодая. То есть как термин определения, понимания, она существует, может быть, там 30 лет только, да, и только последние 20 лет начала там набирать обороты. И, наверное, последние 10 лет только уже устойчиво вошла, то есть в понимание, то есть общественности. На сегодняшний момент мы совместили социологию, да, то есть с экологией. И начиная с 17-го года, это как раз был на тот момент год экологии в Российской Федерации, мы увели устойчиво такое направление, как социально-экологические мероприятия. То есть они ориентированы как раз на взаимодействие человека с природой, ну, на демонстрацию этого взаимодействия, то есть на популяризацию вопросов о том, что природу нужно действительно беречь. И мы своими различными мероприятиями, акциями, там, конкурсами, слетами, как раз работая с разными там слоями населения, со школьными учреждениями, с дошкольными учреждениями, то есть мы как раз и пытаемся вот, ну, внедрить это в массы, наверное, привлечь, как можно больше людей. А со своими работниками, то есть с работниками компании? Вы знаете, у нас, скажем так, все, что связано там с экологическим центром, у нас однозначно у всех профессиональная трансформация мозга, то есть, а в отношении, то есть непосредственно наших сотрудников, то есть, ну, там, с других структурных подразделений, то есть здесь это внедряется в безакцепном порядке. Потому что, то есть, помимо прочего, в составе экологического центра существует такое направление, как производственный экологический контроль. Он нацелен как раз на внутренний аудит по всем производственным площадкам, объектам, то есть там структурам и цехам. И если мы, то есть, понимаем, что где-то на каком-то там производстве что-то пошло не так, то здесь идет работа не только, знаете, там, как директивная, да, выдал какой-то нормативный там документ внутренний, локальный, получи, распишись. Нет, здесь идет еще личный контакт. Мы проводим лекции. То есть на базе нашего центра подготовки кадров мы формируем, то есть там по каждому блоку лекционный материал и приглашаем специалистов, начиная от тех людей, которые непосредственно работают на процессе и заканчивая даже руководителями структурных подразделений. То есть, получается, вы как управление собственной экологической безопасностью, да? Если проецировать на аналогичные структуры МВД и других селений. Да, вы знаете, ну вот мы как... Свой среди чужих, да? Можно сказать и так. Но что нас, например, радует, что если первый год, когда мы только начинали работу, действительно, то есть не все сотрудники на местах производства понимали, кто мы, что мы и зачем мы вообще, ну, прошу прощения за мой французский, приперлись, да? То есть раньше не ходили, да, а сейчас ходить начали. То вот уже по итогам 2019 года, когда мы проводим... Ну, у нас тоже есть какой-то свой внутренний анализ, да? То есть количество выявленных нарушений. И мы сейчас фиксируем динамику по устойчивому снижению. То есть если раньше, например, мы приходили на объект, и нам приходилось рассказывать, что такое селективный сбор отходов, а это именно, например, там, ветошь и все, что связано с промасленными отходами, это отдельно. Все, что связано с твердыми бытовылями, коммунальными отходами, это отдельно. Лампы люминесцентны, это отдельно. То есть сейчас мы даже имеем обратную связь. То есть когда что-то у них идет не так, нам либо пишут, то есть на наш сайт, то есть там на наш портал экологического центра, либо в рабочем порядке задают вопросы, что девушки там, расскажите, а как правильно, а что нам нужно сделать, а что нам сделать еще, чтобы было лучше. И результатом этого было, что мы в 2019 году проводили внутренний конкурс «Эколидер». Он был как раз среди структурных подразделений компании для того, чтобы уже и проявить в том числе какую-то личную мотивацию по участию в совершенствовании существующих процессов. Отлично. И напоследок такой личный очень вопрос. Возможно, такой непривычный. А как вы относитесь к Грете Тунберг? У меня лично, ваше личное отношение. Разделяете ли ее опасения? Считаете ли вы, что она права? У меня есть устойчивое понимание, и оно уже сформировано на протяжении долгих-долгих лет, а вопросами экологии я занимаюсь уже порядка 20 лет, что самое главное – это равновесие в любом проявлении, как в природе, так и в взаимоотношениях человека или производства с природой, так и в законе и в бизнесе. Говорить о том, что необходимо исключить все – это неправильно. Если мы с вами… Ну, то есть официально у нас там 2020 лет за плечами. Неофициально, да, мы уходим там на значительно большой и колоссальный. И до сих пор там наука так и не определилась, да, там сколько лет-то там эволюции существуют, и были ли там вообще кто-нибудь еще в нашем мире. Всегда идет процесс развития, всегда идет процесс эволюции, и он сопряжен абсолютно со всем, с производством, с техникой, с химией, с космосом, то есть там с океанами. И не вкладываться в развитие, в производство откинет нас, наверное, обратно к какому-то каменному веку. А вот повысит сознание бизнеса о том, что ему нужно разрабатывать наилучшие доступные технологии, внедрять наилучшие практики, да, вот что сейчас. Сейчас, например, и делает как раз Алроса по различным блокам. То есть мы смотрим те справочники НТД, которые нам рекомендует законодатель. Мы смотрим лучшие мировые практики по различным направлениям и пытаемся заимствовать самое лучшее. Вот это как раз и является вот то равновесие, о котором я говорила. Я на самом деле очень рад, что вы приняли мое приглашение. Вам спасибо за то, что пригласили. Есть один вопросик. Собственно, с этого начался мой интерес в отношении экологического центра Алроса. Я говорю о накынском поле солнечных панелей, то есть возобновляемые источники энергии. Если компания, которая выходит уже на такой уровень, жаль, что мы его не затронули, у нас заканчивается уже время, но если компания, речь об индикаторах, уже на таком уровне подходит к бережному отношению к природе, то не то, чтобы не все потеряно, значит, все хорошо. Все хорошо с сознанием и руководством этой компании. Если речь о бережном отношении к энергоносителям, к ресурсам, к окружающей среде, значит, все хорошо. Скажем так, мы стараемся ставить себе большие цели, и у нас на будущее очень амбициозные планы. У нас сегодня устойчивое отношение, то есть качество работ по охране окружающей среды, но нет предела совершенства. И процесс экологии – это всегда процесс совершенствования. Успехов! Успехов вам в этом очень благородном, на самом деле, делу. Спасибо вам, Андрей. Сегодня у нас в гостях была главная эколог компании «Алросы» Полина Анисимова. Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...